На телеканале НСЕИ новости мы продолжаем выпуск. 5800 мальчиков и девочек в Красноярске в возрасте от 3 до 7 лет хотят ходить в детский сад. Но пока мест для них в городских учреждениях недостаточно. Как уверены специалисты, скоро эта проблема будет решена. К тому же президент страны Владимир Путин поставил такую задачу в своем майском указе. Справляются ли городские власти с выполнением указа в репортаже далее. К 2016 году должна быть полностью ликвидирована очередь в детские сады. Сейчас все силы ответственных служб брошены на решение этой задачи. Так, в этом году планируется в Красноярске создать дополнительно около 4500 мест для детей от 3 до 7 лет. Скоро ловить шарики и прыгать через кубики в этом зале будет на 50 детей больше. 319 садик, что на правобережье краевого центра, ждет пополнения. Дело в том, что часть площадей этого здания возвращают детскому саду обратно. Центр диагностики и консультирования, который сейчас здесь располагается на первом этаже, переедет в другое помещение. Экономия бюджетных денег очевидна. Освобождается 294 квадратных метра и две группы детского сада можно здесь будет разместить. Арифметика очень простая. В одно место обойдется городу всего лишь, ну очень незначительную сумму. Будет затрачено порядка 6 миллионов рублей, а 50 мест. А обычно средняя цена одного места это миллион, миллион двести. Сейчас здание обследуют специалисты, готовят необходимые документы. Ремонт начнется летом. Уже в сентябре по планам сюда придет еще 50 ребятишек. А центр диагностики получит здание с гораздо большей площадью. Это очень важное дело, во-первых, то, что им предоставят площадь, которая побольше у них будет. И они в полном объеме будут работать с детьми, которые нуждаются прямо очень сильно. И очень много детей нуждается в помощи центра. Ну и мы, конечно, очень рады, что у нас пополнится еще как минимум на 50 детей. Возвращение зданий детских садов обратно на нужды малышей далеко не единственное решение проблемы очередности. Из глобальных в этом году начнется строительство 13 детских садов. В них пойдут почти 2000 детей. Шесть новых зданий, что уже построены, примут малышей в этом году. Кроме того, в Советском и Кировском районах после капитального ремонта откроются два детских сада. Навели порядок и в самой очереди. Реальная цифра оказалась меньше фактической. Снижая вот эту цифру очереди, мы шли по нескольким путям, в том числе наводя порядок в бюрократии. Я бы, может быть, с этого и хотел начать. Созданная программа «Дошкольник», уникальная компьютерная программа, которая на уровне России позволила нам убрать задвоение. Вот у нас были дети, которые в нескольких районах находились в одно и то же время, значит, в очереди. И числились как очередники. Да, потом, когда они уходили из очереди, мы уже, они терялись, но тем не менее, истинная цифра не была достоверна. И еще городские власти продолжают выкупать здания из частных рук и возвращают их в муниципальную собственность. Ремонт, строительство новых и другие меры за прошлый год дали свои результаты. В Красноярске создали 4400 мест. И еще есть одно направление – привлечение частных детских садов. Сейчас в администрации согласуют все параметры, затем пролицензируют, и уже частные сады смогут принимать детей из обычной городской очереди. Плюсы такого сотрудничества очевидны. Родители будут уверены, что в лицензированном частном детском саду все в порядке с безопасностью, и плата в таком учреждении будет на уровне 4000 рублей в месяц. Они, как сейчас, в три раза больше. Сроки – сентябрь этого года. Еще, как сегодня отметили специалисты, электронная очередь также дает свои плюсы. Сегодня есть возможность удаленного доступа и постановки на очередь. Есть возможность, как бы, ну, как она сохраняется, как и была, это прийти в управление образования, прийти с бумажей документы, заполнить все, вам дадут талон определенный, можно по-другому, можно дома, из своего рабочего компьютера зайти на портал госуслуг, там очень подробная схема, есть алгоритм заполнения, заполнить форму определенную, забить данное ребенка, и вы получите подтверждение своей электронной очереди. И потом также через портал госуслуг, имея свой идентификационный номер, можно отслеживать движение по очереди ребенка. Такой подход со всех сторон к решению майского указа президента ликвидировать очередь в детские сады до 2016 года выполним, говорят специалисты. Да и цифры подтверждают это. Если в начале прошлого года число очередников от 3 до 7 лет составляло более 14 тысяч малышей, то сегодня это где-то 5800 юных красноярцев. Ирина Леева, Александр Ермошенко. Новости.